Родился я на этой улице, улица Октябрьская, проживал в доме номер 42, здесь я вырос. Значит, здесь раньше находилась Барабинская дистанция пути, где проработали мои родители. Получается, отец работал машинистом мотовоза, затем работал наладчиком железнодорожно-строительных машин, проработал он всю свою жизнь, до самой пенсии на данном предприятии. Мама работала на швейной фабрике, потом также работала в Барабинской дистанции пути. С этой улицей связано все мое детство, получается, и друзья, каждый столбик, каждая веточка, как говорится, мне знакома. Оббегали всю эту дистанцию, наверное, после того, как родители работали, вернее, когда родители работали на железнодороге, тогда я и сделал, наверное, свой выбор, что также буду железнодорожником. Закончил я третью школу, значит, учился я там с первого по девятый класс. Ну, любимым предметом, наверное, как и у всех мальчишек в то время, это была физкультура. Значит, преподаватель по физкультуре у меня был Чувашов Лев Иванович. Значит, к нему мы и начали ходить на секцию баскетбола, и ходил я, наверное, до самой армии на баскетбол. Значит, после окончания школы поступил в железнодорожное училище, так как и хотел быть железнодорожником, как мои родители, как мой дед. Любимым учителем в училище был, ну, наверное, всем известный, это человек-легенда нашего города, это Бойков Леонид Андреевич. Многому чему научил. Значит, в армию меня призвали в 2002 году, 27 мая. В учебную часть я не попал, попал в отдельный разведывательный батальон. Значит, после месячного КМБ меня распределили в разведывательно-десантную роту, и должность у меня была оператор-наводчик БТР. По истечении 10 месяцев с того, как я призвался, значит, нашу роту переформировали и отправили на Кавказ. Ну, прежде чем как отправить на Кавказ, это мы прошли подготовку в Владикавказе на горном полигоне, после чего 23 мая наша рота отправилась в Чеченскую республику. Наша часть стояла в поселке Ведено. Третьи сутки мы уже ходили по горам и внезапно попали на засаду. То есть база была на 80 человек. Бой шел 11 часов, непрерывный бой. Постепенно духи стали отходить, ну и мы наступать, как говорится. Моя первая государственная награда вот именно за вот этот самый первый бой. Я нисколько не жалею, что служил в армии. То есть оттуда у меня только много позитива. Значит, я познакомился с прекрасными людьми, сослуживцами, которые, я не знаю, преданнее друзей нет, наверное, которые прошли, наверное, боевые точки, как говорится, и показали себя со всех сторон, которым можно доверять всегда, в любую минуту. Даже спустя 16 лет решили встретиться в городе Астрахань, так как один из боевых товарищей у нас погиб, который в Чесне, он был из Астрахани. Ему посмертно было присвоено звание Героя России. Поэтому без сомнений мы решили встретиться именно в Астрахани. Демобилизовался. 17 апреля я прибыл домой. Никому не сообщал. Решил сделать сюрприз. Сюрприз и своей девушке, которая впоследствии стала моей супругой работать. Пошел на железную дорогу, так же, как мои родители, в Арабинскую дистанцию пути. Это монтером пути. И, затем, после того, как закончил институт, университет, мне предложили работать мастером. Мастером по ремонту и эксплуатации путевых машин. То есть, те машины, на которых я работал машинистом. В этой должности я проработал 2,5 года. После чего меня повысили. Я стал начальником участка производства. В этой должности я проработал 3 года. После чего мне предложили возглавить кадровый блок на этом предприятии. То есть, я стал работать заместителем начальника по кадрам и социальным вопросам. Когда я работал заместителем начальника, наше предприятие головное было в Чулымской, станция Чулымская. Произошла реструктуризация и головное предприятие переехало у нас на станцию Инскую. В Первомайском районе там я проработал еще год. И после чего мне предложили работать на родине, как говорится, в Барабинске, в восстановительном поезде, станции Барабинск. Ну, в должности начальника восстановительного поезда я работаю с февраля 2018 года, уже четвертый год пошел. Штат наш 35 человек, то есть две бригады. Коллективы у нас очень слажены, каждый знает свою работу, каждый знает, что и чем им заниматься при каких-то нестандартных ситуациях. Значит, вообще восстановительный поезд занимается ликвидацией последствий схода аварий, транспортных происшествий на железнодорожном транспорте, то есть это сходы подвижного состава и так далее. То есть наша задача, скорее, очень быстро восстановить движение поездов, это самое главное. Ну, после того, как Сарь мне пришел, устроился на работу, значит, решили мы с супругой пожениться. У нас родилась дочь Ксения в 2010 году, значит, учится она также в школе номер 3, в пятом классе. Супруга моя, Аня, значит, она так же, как и я, работает на железной дороге Новосибирской механизированной дистанции инфраструктуры в должности технолога. Значит, работаю я с Сергеем Сергеевичем под его руководством с 2018 года. За это время, как руководитель, значит, он требовательный, значит, добросовестный, справедливый, в любую минуту придет на помощь. Ну, самое главное, три качества, которые я ценю в людях, это честность, пунктуальность и самое главное тоже, чтобы человек сдерживал свои обещания. В поседневной жизни я тоже, конечно, стараюсь придерживаться данным качествам. Продолжение следует...